Великой Отечественной войне 9 апреля 1945 года советские войска взяли германскую мощную крепость Кёнигсберг. 77 лет назад, 6 апреля 1945 года, войска 3-го Белорусского фронта начали штурм Кёнигсберга. На 4-й день операции гарнизон мощнейшей крепости Рейха капитулировал. 13 января 1945 года Красная Армия начала Восточно-Прусскую стратегическую операцию с целью разгрома и ликвидации Восточно-Прусской группировки Вермахта, важнейшего военно-экономического региона Третьего Рейха. Германское Верховное Командование требовало удержать Восточную Пруссию любой ценой. Восточно-Прусская наступательная операция проводилась силами 2-го Белорусского, 3-го Белорусского и частью сил 1-го Прибалтийского фронтов при поддержке Балтийского флота. Летом и осенью 1944 года войска Красной Армии вышли границам Восточной Пруссии и захватили плацдармы на реке Нарев на севере Польши, заняв охватывающее положение по отношению к Восточно-Прусской группировке Вермахта. Восточную Пруссию обороняла группа армий «Центр» в составе одной танковой и двух полевых армий и одного воздушного флота. Всего 780 тысяч человек. Перед группой стояла задача при благоприятных обстоятельствах нанести удар в тыл 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, развернутых на Берлинском направлении. Система укреплений в Восточной Пруссии включала 7 оборонительных рубежей и 6 укрепленных районов на глубину до 200 километров. Непосредственно вокруг Тюнигсберга проходила укрепленная полоса. В самом городе имелось еще две линии фортов. Замысел Восточно-Прусской операции заключался в том, чтобы отрезать немецкую группировку от основных сил на западе, прижать к морю, рассечь и уничтожить по частям. К операции привлекались 14 общевойсковых и 1 танковая армия, 5 танковых и механизированных корпусов, 2 воздушных армии, всего более 1 миллиона 600 тысяч человек. 13 января ударные части 3-го Белорусского фронта на северном правом фланге операции начали наступление на запад, на Кюнигсберг, обходя Мазурские озера. 14 января войска 2-го Белорусского фронта на левом фланге операции выдвинулись с плацдарма в Польшу, в северо-западном направлении, через Млаву на Эльбинг, на Балтийском побережье. В отличие от параллельно развивавшейся висло-одорской операции, наступление в Восточной Пруссии шло медленно и трудно. Только 26 января части 2-го Белорусского фронта достигли Эльбинга, южнее Кюнигсберга, отрезав группировку вермахта от помираний. 29 января 3-й Белорусский фронт вышел к морю, к северу от Кюнигсберга, также охватив город с востока и юго-востока. К началу февраля группа армии «Север» была рассечена на три части. Наиболее крупная часть оказалась в районе Хальцберга, к югу от Кюнигсберга, другая в самом Кюнигсберге, третья на земландском полуострове, к северо-западу от Кюнигсберга. В этой ситуации командованию 2-го Белорусского фронта было предписано передать 3-му Белорусскому фронту 4 армии, а оставшимися силами наступать в помиранию. Соответственно, завершить разгром группы «Север» должен был 3-й Белорусский фронт, в составе которого был позже влит 1-й Прибалтийский фронт, ставший земландской оперативной группой войск. 18 февраля погиб генерал Черняховский, выезжавший в район боев у Хальцберга. Ликвидация окруженных там 20 дивизий вермахта растянулась до 29 марта. Последующие события развернулись в районе Кюнигсберга, где были блокированы до 130 тысяч солдат и ополченцев. Новый командующий 3-м Белорусским фронтом маршал Васильевский выделил для штурма города 4 общевойсковые армии в 187 тысяч человек. Штурм начался 6 апреля одновременными ударами с севера и юга. Решающими стали два следующих дня, когда установилась летняя погода и было выполнено более 10 тысяч самолетовылетов на поддержку штурмовым группам. 8 апреля гарнизон полностью изолированной цитадели Кюнигсберга отклонил предложение сдаться. Однако после атак и обстрелов 9 апреля вечером прекратил сопротивление. Комендант города генерал Отто фон Лаш был пленен, как и еще 92 тысячи солдат и офицеров. К 25 апрелю с захватом порта Пилау была в основном ликвидирована последняя 65-тысячная группировка противника на Земландском полуострове. Остатки немецких частей отступили на косу Фришен-Нернг. Издались только после капитуляции Германии. Восточно-прусская операция стала самым продолжительным и самым кровопролитным сражением кампании 1945 года. Потери Красной Армии превысили 580 тысяч человек. Было потеряно 3,5 тысячи танков и почти полторы тысячи боевых самолетов. Потери противника только в Хальсбергском, Котле, Кюнигсберге и на Земландском полуострове составили около 500 тысяч человек. Из них примерно 300 тысяч убитыми. По решению Потсдамской конференции северная часть Восточной Пруссии с Кюнигсбергом вошла в состав СССР. Южная часть отошла Польшу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года была учреждена медаль за взятие Кюнигсберга, которой награждено 760 тысяч человек. 1800 немецких офицеров всех чинов и родов войск. 92 тысячи солдат. Огромная колонна пленных отправлялась в этот день на восток. Когда последние 10 тысяч еще шагали по улицам Кюнигсберга, начало колонны было уже далеко за пределами города. Кюнигсберг Кюнигсберг Прибыл маршал Советского Союза Василевской. От былого величия Кюнигсберга остались одни памятники. Памятник Бисмарку. Памятник Вильгельму. Военная и гражданская власть перешли в руки Советского военного коменданта. Комендант города и крепости Кюнигсберг, генерал-майор Смирнов, допрашивает пленных. Из предместей, из убежищ возвращались в город цивильные немцы. Было время, они молились на Гитлера, кричали «Хайль!», прославляли войну. И война пришла к ним. Они ждали падения Москвы, дождались падения Германии. 7 столетий назад основана эта цитадель прусачества. В этих древних замках короновались когда-то прусские короли, собирались в набеги рыцари-разбойники. В 1758 году здесь, в Осином гнезде прусаков, побывали победоносные русские армии, поставившие на колени восточную Пруссию. Веками здесь повторялся призыв на восток. И они шли на славянские земли, захватывали, грабили. Так было и в наши дни. Это книги и рукописи Украинской академии наук. Потеряв Кёнигсберг, немцы потеряли первоклассный порт и военно-морскую базу на Балтийском море. Красная армия одержала блестящую победу. Захвачены огромные трофеи. Мощные краны торгового порта с грузооборотом больше 2 миллионов тонн в год. Десятки различных судов, грузовых, пассажирских, буксиров. Захвачен недостроенный крейсер новейшего типа «Задлиц». Немцы привели его сюда из Бремена, спасая танк за американской авиацией. Крупный трофей. Два плавучих дока для ремонта морских судов. Взятие Кёнигсберга – это победа советского солдата, советского военного таланта, победа сталинской военной науки. Взятие Кёнигсберга – это канун краха гитлеровской Германии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова